и снова здравствуйте и снова риме на этот раз посмотрим и распакуем модель которая ну вот прям в конце осени порвала все что только могла порвать это gt neo2 и неоднократно у меня просили на нее посмотреть делать обзор сейчас мы ее просто распакуем первые впечатления о нем будут об этом смартфоне ну и конечно же ваше мнение в комментариях и ваши вопросы очень помогут в подготовке полноценного обзора и так что мы имеем мы имеем вот эту коробку продолговатую где мы только не видели вот в продукции бибики за последние там полгода ну вот real me почему-то очень и очень полюбила именно свои в серию именно gt они все вот такие продолговатые на этот раз на черные и нам опять производитель пишет все что хочет сказать об этом смартфоне это во первых snapdragon 870 5g процессор ну 5g процессор как мы знаем в ровном счетом не означает поддержку 5g в россии 120 герцовый amoled дисплей 65 ваттная супер дарт черч и опять же нам обещают очень хорошую систему охлаждения ну как мы знаем real me в этом в общем-то молодцы и делают все как надо в коробке нас ожидает приветственное приглашение в семью real me сам смартфон смартфон вот в таком вот зелененьком веселом цвете этот цвет у производителя официально называется neo green матрица новая скоро выходит поэтому почему бы не но при этом чехол у нас обратите внимание какого черно-серого цвета почему он не зеленый real me что такое зарядку эту мы уже много где видели да это 65 ватт и с usb а но все это в сторону идет и мы обращаем свой взор именно на смартфон потому что это же самое интересное что есть в этой коробочке смартфоны вот если отбросить эту зеленую оригинальную расцветку которая мне очень нравится нравится намного больше то что я видел на gt 5g с его желтым вот этим дерматином здесь же это судя по всему что-то какой-то непонятный материал то ли это стекло то ли пластик надо будет разобраться в полноценном обзоре это матовое покрытие а вот полоска черная опять нам говорят о том что это прям какой-то спортивный болид а глянцевая ну и соответственно площадка под камеры она тоже глянцевая и нам гордо говорят о том что здесь 64 мегапикселя но если мы переворачиваем смартфон здесь вообще нет ничего оригинального это может быть даже и к лучшему потому что здесь плоский экран это хорошо значит можно клеить любую пленку которая кстати говоря здесь есть из коробки обратите внимание пленки на рилме неплохие из коробки ими можно довольно долго пользоваться вибрация кстати приятная приятная прям как будто моторчиками на флагманский поставили мне напоминает он здесь то что есть на ван пластах да и вообще сам смартфон мне очень напоминает вам класс 9r смартфон очень быстро включился здесь нам кстати говоря что удивительно не совершенно не предлагают нам здесь и он очень громкий не предлагают предустановку отечного софта ну это наверное к лучшему звонилка вот что обратите внимание здесь сразу вот сразу я вижу на гугловская и у рилме как-то непонятно на какие-то модели идет звонилка от oppo color as со своим именно диктофоном без предупреждения начале записи а у кого-то идет вот как в случае с нео 2 гугловская звонилка гугловская звонилка конечно она хороша именно в плане того что она спам хорошо отсекает но она плохо записывает разговоры игру выкручиваем экран на максимум это молод матрица кстати 120 герц у нас из коробки ну вот я прямо даже сразу вижу что скорее всего да сразу 120 герцом включают но проверим автовыбор да у нас есть высокая принудительные 120 герц стандартная 60 и автовыбор ну поставим принудительные 120 герц модель из коробки поставляется с 11 андроидом у меня версия максимальная 12 256 плюс чем можно накинуть сюда аж 7 гигабайт оперативной памяти не знаю кому вообще 19 гигабайт оперативки нужно на телефоне но самое главное что здесь еще и накопитель на 256 гигабайт вот карты памяти здесь кажется нет ну это в общем то и понятно устройство оно предфлагманского уровня собирается уже ободаться с такими су-флагманами типа xiaomi 11t по цене во всяком случае а вот как по качеству получится ли это реме мы разберемся в большом видео об этом смартфоне ну и что камера что камера здесь у нас стоит аж целых три сенсора и набор ну нельзя сказать что прям ну по всяком случае по первым впечатлениям какой-то там выдающийся это основной квадбайр сенсор на 64 мегапикселя который по умолчанию снимает в 12 мегапикселях но правда у линзы апертура f1.8 это хорошо есть ширик самый что есть простой 8 мегапикселей но эти 8 мегапикселей нельзя сказать что если 8 мегапикселей какой-то там простой ширик это прям сразу плохо не факт эти 8 мегапиксельные ширики бывают очень и очень разные и у нас есть еще 2 мегапиксельная макро ну разумеется увеличение есть чтобы вызвать макро нам нужно нам нужно перейти в еще и включить ультра макро ультра макро ультра макро ультра макро ну видео видео прежде чем посмотрим на примеры того как записывается видео этот смартфон и как делает он фото на быстрые вот такие фото и снимки посмотрим в каком качестве мне очень интересно снимает максимальном качестве этот смартфон можем получить внимание 4к при 60 кадрах в секунду ну оно и понятно здесь восемьсот семидесятый стоит это при топовое решение от qualcomm и конечно же было бы странно если бы нам не дали 60 кадров это хорошо что они есть но здесь нет аптечной стабилизации об этом надо помнить один два три четыре четыре пять один два три четыре пять говорят что первые впечатления самые обманчивые я вот и не верю потому что часто вот именно с первых минут телефон нравится и realme gt neo2 мне честно говоря нравится правда я не очень понимаю логики realme когда они выпускают целую кучу ну практически однотипных смартфонов потому что можно вспомнить realme gt master edition обзор на которой есть на моем канале да там камень стоит немножко другой даже более свежий это семьсот семьдесят восьмой snapdragon здесь же стоит восемьсот семидесятый он же восемьсот шестьдесят пятый и вроде как neo2 это ну такое ну игровое решение для тех кто не хочет рисковать с печкой snapdragon восемьсот 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 восемь в официальной рознице за него просят за версию притом обращаю ваше внимание на 128 гигабайт с восемью гигабайтами оперативки тридцать семь тысяч рублей тридцать семь тысяч рублей ссылки именно на алиэкспресс где телефон продается по гораздо более привлекательной цене но без гарантии я оставлю в описании чем жду вопросы очень жду вопросы об этом смартфоне они мне сильно помогут в подготовке большого обзора на realme gt neo2 первого не у меня к сожалению не было и вроде есть еще какой-то neo2t на мтк но вот я решил именно посмотреть на такое народное решение со snapdragon потому что я понимаю что большинство именно предпочитают эти процессоры а не мтк ну в общем у меня все жду лайков дизлайков и подписки на мой канал пока пока